Поездку в упорную глава района начал с посещения дома труженика тыла Петра Малышка. Букет цветов и тёплая беседа, пусть и короткая. Это просто чудо какое-то. Да, какое чудо. Это спасибо вам огромное, столько трудиться, послевоенные годы создавать. Для нас же это сегодня есть возможность работать, детей растить. Пётр Георгиевич рассказал гостю о тяжёлом детстве, когда приходилось работать во имя Победы и о том, как служил в стране. Детьми ходили колоджки, собирали детища. Тогда было строго. Как кончился класс, и в степь, и в степь. Тогда болтающих не было, только старепестов. И так работали молодым, родился. Дочь труженика тыла поделилась проблемой. Старенький дом стал проседать стены, дают трещину. Александр Семиряков пообещал помочь глава поселения и куратор-специалисты в строительстве. Пусть посмотрят определяться, что необходимо. Я по возможности помогу. Сергей Михайлович, посмотрим, если необходимая палубка, значит, нальём. Спасибо, что не забываю. И посмотрим все вместе. Перед началом сессии глава поселения продемонстрировал благоустроенную площадку перед Центром культуры «Досуга». Постепенно центр упорно преображается. Есть планы, но о них чуть позже. Ещё в 2020 году в станице появился тренажёрный зал. Это результат участия хуторского казачьего общества в конкурсе президентских грантов. Об этих и других итогах прошлого года Сергей Перевалов расскажет депутатам. Отчётная сессия прошла при участии главы района, его заместителей и актива поселения. Начал Сергей Перевалов с главного – с бюджета. Бюджет упорненского сельского поселения Лобинского района на 2020 год составил 25 млн 247 400 рублей. Собственные доходы – 11 млн 208 тысяч рублей. Безвозмездные поступления – 14 млн 39 300 рублей. Общий объём расходов составил 23 млн 884 700 рублей. Исполнение собственных доходов бюджета выполнено на 135%. В упорненском поселении 84 субъекта малого предпринимательства, в том числе 11 магазинов. Работает ярмарка и база отдыха, но основное направление развития – АПК и сельское хозяйство. Здесь работают три крупных хозяйствующих субъекта – РБК «Агро», СЖК «Радуга» и агрофирма «Рассвет». Но ни одно из предприятий не зарегистрировано на территории поселения, а значит, налоги идут в другие бюджеты. Сергей Перевалов назвал важное направление в работе администрации, а именно ремонт и содержание дорог, станицы, уличное освещение и благоустройство. В 2020-м сельское поселение участвовало в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив. Полученные средства, а это 1 200 000 рублей из краевого бюджета и 263 000 местных денег потратили на благоустройство территории возле ЦКД. И ещё о позитиве. Выполнен ремонт фасадов зданий администрации. Оно теперь не просто памятник архитектуры, но и украшение центра станицы. Как и в каждом поселении, речь на этой сессии заходит обо всех направлениях жизни. Экономика, социальная сфера, а это и образование, и культура, и спорт, и газификация. Сергей Перевалов сообщил, что начаты работы по подготовке проектно-сметной документации на разводящей сети высокого и низкого давления в центральной части станицы. На эти цели будет направлено полтора миллиона рублей. Предполагается запроектировать около трёх километров разводящих сетей, а это уже возможность участия в государственных программах. Проблемных вопросов много, но мы все видим и здраво оцениваем остановку. Есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. И наша работа будет направлена на решение всех этих задач. Депутаты и жители станицы пришли на сессию с вопросами. Первый – о благоустройстве парка. Далее о спорте и снова о газификации. И к микрофону подошёл Александр Семеряков. Несмотря на все трудности бюджета, поселенческого, районного, 2020 год он всё равно с хорошим, позитивным настроением в каком плане. В каждой станице что-то было сделано. Поддержка края сегодня была сказана Сергеем Михайловичем в его докладе о инициативном бюджетировании. То есть в этом году уже вы планируете на 2 миллиона заходить и сделать площадки. Глава района видит развитие в создании кооперативов. Даже привёл пример отважницкого поселения. Солидный грант на строительство мини-завода. Этим нужно пользоваться. Есть эти инструменты от государства. Но уважаемые коллеги, депутаты, глава и присутствующие, надо участвовать во всех возможных грантах. Президентских, краевых, всё что есть. Инициативное бюджетирование. Я поддерживаю оценку удовлетворительно вашей работы. И уверен, что и в дальнейшем развитие будет позитивным на территории Боринского сельского поселения. Всё получится. Готовьте документы, участвуйте. Какая помощь нужна от районной команды, мы всегда рядом. Оценку главе и администрацию Порнинского поселения поставили удовлетворительно. Нашлось, что сказать и куратору поселения. Андрей Киселёв помогает станице. Анализируя обращения граждан и общаясь с жителями станицы, наверное, наиболее часто интересующие вопросы здесь, это как уже в своём докладе Сергей Михайлович упоминал, это вопросы дорог, вопросы газоснабжения, вопросы термального газоснабжения. К сожалению, если провести анализ, они между собой все взаимосвязаны. Потому что протяжённость дорог здесь порядка 42 километров всего. Из них там в асфальтобетонном покрытии 6 километров. И да, Порнинское поселение принимает ежегодное участие, начиная с 2019 года, 2019, 2020, 2021. Плана 2022 есть у нас по ремонту дорог и тротуаров. Но дальше вопрос как бы затруднительно становится в этом направлении, потому что надо заниматься газом. Газ идёт здесь в подземном исполнении, а это 53 километра. Это опять же всё, что мы можем выполнить, ремонт дорог, он потом будет, соответственно, там происходить земляные работы, повреждения по карте. Вся работа будет проведена напрасно. Как Алексей Михайлович сказал, вопрос наболевших газоснажения. И здесь не было возможности нам вопроса переносить на более долгий срок. И поэтому полтора миллиона рублей первые были выделены на разработку проектно-сметной документации. Предварительно проектная организация уже приезжала сюда, определили, что будем идти в центральную часть станицы от улицы по улице Почтовой, то есть это будет газ высокого давления. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы и остальные шкафные пункты, здесь всего их по проекту 8, да, у нас, Михаил Михайлович, устанавливается, 8 штук устанавливается, и от них уже будем дальше разводить низкие сети. Конечно же, как бы за местный бюджет это проблематично сделать. И здесь, как сказал Александр Александрович, есть программа комплексного развития сельских территорий, которая действует на сегодняшний день, федеральная. Со своей стороны, упорное низкое поселение является тем поселением, которое планирует принять участие в 2022 году. А вот замглавы района по экономике считает, что финансово-экономический блок проседает, а потенциал есть. Когда я смотрю ваши доходные все источники, кроме налога на доходы физических лиц, который у вас принят на 2021 год с плюсом всего 1%, остальные все источники минус 40%. Есть на это объективные причины, но опять же, коллеги, есть над чем работать. Это те ваши резервы, которые мы видим на сегодняшний день, которые позволят вам сегодня также участвовать своими софинансированиями в различных программах. Среди 13 поселений Упорненское на седьмом месте. Показатель в 2020 году поднялся на одну позицию. Полученные рекомендации должны помочь повысить уровень социально-экономического развития. Казачье хуторское общество уже наметило планы. На 2021 год мы запланировали совместно с нашей администрацией, с главой администрацией два гранта. Для приобретения тренажеров, для парка, еще хотим доставить тренажерные, беговые дорожки поставить. Ну а то, что касается экономического развития, сегодня нам помогает, конечно, район, хорошо в финансовом плане. Прорабатываем вопрос по земле с нашим главой, чтобы именно взять на наше общество землю. Ну, также будем рассматривать еще, мы уже немножко подходили к этому вопросу, кооперация теплицы. Вот в этом направлении попробуем поработать. И я думаю, что должно получиться на все. Работа была проведена огромная, очень много еще, конечно, вопросов. Будем работать над этими вопросами, мы, как депутаты, будем ему помогать. В целом, работа главы удовлетворительная, все приняли единогласно. После сессии Александр Семеряков посетил местную школу. В 2020 году там отремонтировали спортзал. Теперь стоит необходимость приобрести новую мебель для столовой и установить ограждение. Эти вопросы обсуждались уже на территории образовательной организации.